Здравствуйте! В эфире информационная программа «Наш город» в студии Ирина Пивоварова. Главная тема сегодня. Благодарность за заботу и тепло. Работников дошкольного образования поздравили с праздником их воспитанники. Учитель на миллион. В Уваровском лицее появился новый преподаватель английского языка по программе «Земский учитель». К завершению выпуска традиционная рубрика вторника в двух словах. 27 сентября свой профессиональный праздник отметили работники дошкольного образования. В этот день в детских садах города Уварова прошли праздничные мероприятия. На одном из утренников «Золотой рыбки» побывала наша съемочная группа. Накануне самые маленькие жители нашего города поздравляли тех, кто не только помогает им взрослеть, но и вкладывает в детские души такие замечательные качества, как дружба, честность, отзывчивость. А возможно это, если наставник сам обладает мудростью, добротой и терпением. У педагога детского сада «Золотая рыбка» Галины Васильевны отношения со своими воспитанниками самые теплые и искренние. Поэтому открытки, нарисованные в праздничный день для любимого воспитателя, усыпанные разноцветными сердцами и подарками, раскрашены яркими салютами. В дошкольном возрасте закладываются основы характера и формируется личность, говорит Галина Уварова. Она уверена, мало просто любить детей, необходимо расти профессионально. В этом году я участвовала в конкурсе профессионального мастерства. По результатам конкурса я признана лучшим воспитателем года. Я этим горжусь. У меня в группе замечательные дети, замечательные родители. И все вместе мы добьемся замечательных успехов в подготовке детей в школе. Искреннее восхищение вызывает удивительная способность педагогов дошкольного образования пробуждать в детях любознательность и целеустремленность, раскрывать маленькие таланты. Лучше всего это получается, если увлечь личным примером. И когда легко и непросто, она выйдет при крестку. То автобусы вряд, непогично стоят, не путят машины красотея салют. Леди, как вас зовут? Леди, воспитатель. Леди, воспитатель. Высово-зовершенство, высово-зовершенство. По традиции в детском саду «Золотая рыбка» был организован праздничный концерт, посвященный Дню работника дошкольного образования. Дети с большой ответственностью и старанием готовились к утреннику. По благодарности взрослым за заботу и тепло, они танцевали, пели песни, читали стихи. Чего улыбок много, люстры, праздничьи горят, Поздравляет педагогов наш веселый детский сад. Нарклата растет, настроения с ней, успешные будут все ваши хотели. Любовь детишек своих зрителей, и в ответ вы их решение от них получите. Дорогие педагоги, делах для в школе с мастерами, «Будьте счастливы, богаты, не болейте никогда!» Дома с каждого обещали, у порога детский сад, Тобо мощным другом взрослым за граждан, Как родственник для тебя. Воспитательницы наши, отсыграли наших мам, Попожные пасы и пол-тва. Я от всей души хочу поздравить педагогов и сотрудников всех дошкольных учреждений нашего города с профессиональным праздником. И желая получать от работы только удовольствие, позитив и заряд вечной молодости от наших любимых воспитанников. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, НашГород. Учебный год в образовательных учреждениях города постепенно набирает свои обороты. Так Уваровский лицей имени Александра Ивановича Данилова вступил в него с пополнением в педагогическом составе. Благодаря программе «Земский учитель» штат педагогов пополнила молодой учитель английского языка Марина Чепикова. Учи, любя, учись, играя. Методика обучения английскому языку без зубрёжки и принуждения – таково профессиональное кредо молодого педагога Марины Чепиковой. Чтобы детям было легче осваивать учебный материал и запоминать новые слова, на своих уроках она вовлекает их в игровую деятельность. Я работаю в основном с детьми младшего и среднего школьного возраста, и поэтому в своей педагогической деятельности вы видели часто использую именно метод игровых технологий. То есть дети на уроке не чисто механически вызубривают какие-то новые слова и составляют диалоги, а для этого используются различные игровые моменты вовлечения и театральной деятельности, в том числе и кукольного театра, и различные песни. Мы можем на уроках и танцевать, даже есть такие специальные английские рифмовки, и петь. То есть урок – это постоянный какой-то процесс, это не статическое состояние, это процесс движения, это занятость человека. А когда человек занят, ему интересно, а если интересно, он запоминает. Сама Марина Чепикова увлеклась английским языком еще в детстве, поэтому, когда стал выбор, кем быть, долго не раздумывала. Я с детства мечтала быть учителем, и со старшей сестрой мы всегда играли в школу. Я была учеником и учителем, и всегда почему-то выбирала именно английский язык. Особо он мне нравился, хотя я его не знала, писала каракульки. Начала я свой педагогический путь, училась в Тержавинском университете, закончила в 2012 году. И вслед за супругом-священником нас отправили в Каменку на приход Казанской иконы Божьей Матери. Именно там я и начала свою карьеру учителя в школе, филиал в селе Каменка. Сегодня за плечами у молодого педагога восьмилетний опыт работы в сельской школе, а также победа в региональном этапе Учителя года 2016 в номинации «Педагогический дебют». Решив брать новые вершины, она сначала стала участником, а вследствие и победителем программы «Земский учитель», что в итоге позволило ей стать обладателем единовременной выплаты в размере одного миллиона рублей. Узнала я абсолютно случайно, листая ленту новостей вечером, ну и решила, почему бы нет. Это достаточно хорошая возможность для педагогов. Во-первых, сделать небольшой рывок в карьерной лестнице. Я работала в сельской школе и сейчас я работаю в престижном лице города Варова, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, материальная помощь, которую получила, это возможность, конечно, материально помочь своей семье. Я думаю, что эти деньги я потрачу именно на улучшение своих жилищных условий в этом городе. Притоку новых кадров благодаря программе «Земский учитель» в Уваровском лицее рады все – и руководство учреждения, и родители учеников. Сказалась и большая нагрузка на учителей-предметников, и уход части из них на заслуженный отдых. Поэтому молодого педагога здесь ждал радушный прием. Кроме того, земскому учителю доверили и классное руководство пятого класса. Нам очень повезло, что она взяла наш класс как классный руководитель. Это умный, грамотный учитель, который мог завлечь наших детей. Нам с ней комфортно, надеюсь, ей тоже. Дети с удовольствием идут на занятия, они очень любят своего учителя и доверяют ей, а это самое главное. Дети замечательные, дети очень одаренные, у нас очень много одаренных детей. Я думаю, что они будут участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников, которая пройдет в октябре. Коллектив здесь тоже замечательный. Я благодарна Елене Викторовне Уваровой, которая во всем мне сопутствует, во всем помогает. Ольга Борисовна, наш зауч. И, конечно же, все коллеги, огромная благодарность, потому что много чего подсказывает, потому что все-таки лицей – это уровень уже другой. По условиям программы молодому педагогу предстоит отработать в Уваровском лицее не менее пяти лет. Но сама Марина Чепикова связывает с городом и учебным заведением далеко идущие планы. Я надеюсь, что я проживусь в этом городе, мне здесь очень нравится. В Уваровском районе прошел патриотический фестиваль минувших лет «Святая память». На нем школьники смогли подержать в руках оружие времен гражданской войны, научиться собирать и разбирать автомат и попробовать каши из полевой кухни. Как это было, рассказывает первая страница газеты. В сквере микрорайона молодежной работы по благоустройству близится к завершению. Страница день за днем рассказывает о том, что уже сделано, что еще предстоит и сколько стоят благоустроительные работы. Проект «Народная инициатива» реализуется в Уваровском районе. Он помог разрешить некоторые проблемы сельчан. Какие именно, читайте на странице в центре внимания. Уваровцы активно участвуют в сдаче нормативов ГТО. В сентябре стартовал новый сезон. Поучаствовать в нем приглашаются жители города. «Еженедельник» рассказывает, как и где можно проверить свои силы и ловкость. Эти и другие новости, а также объявления, реклама и многое другое – в новом выпуске «Еженедельника Уваровская жизнь». На сегодня это вся информация. Временно новостные выпуски полностью вы можете посмотреть на нашем сайте и YouTube-канале. А отдельные материалы и заметки – в группах в социальных сетях. Интересные же темы для репортажей по-прежнему можно предложить по телефону редакции 4-61-10. До встречи в новостной студии Уваровского телевидения. Редактор субтитров А.Семкин